Всем привет, с вами TheRed. Мы продолжаем делать нашу игру. Остановились мы на том, что сделали такое вот замечательное меню и заанимировали кнопку. Теперь я покажу, как сделать непосредственно саму игру, игровое пространство. Для начала расширим само поле. Я поставлю 2 на 2000. Теперь добавим наш первый спрайт. Это будет танк. Вот он. Сразу же разворачиваем его вправо лбом, то есть на 90 градусов. Чтобы он смотрел вот так вот. Сворачиваем. И центр, вот эту вот красную точку ставим на то место, где вы хотите, чтобы у вас была башня. Теперь добавим башню. Вот она у нас. Ее мы тоже разворачиваем на 90 вправо. И точку ставим тоже в середину. Она у нас будет прикреплена к танку. Теперь, чтобы присоединить нашу башню к танку, идем в Event Editor, добавляем новый Event System Always, то бишь всегда New Action. Убираем нашу башню. Set Position to Another Object. То есть установить позицию на другом объекте. Объект у нас Tank. Image Point 1. То есть наша красная точка. Теперь проверяем. Как видим, все прекрасно присоединилось. Но наш танк не ездит. Чтобы заставить его двигаться, добавим ему поведение. Behavior. Добавляем Car. То бишь машина. Скорость сразу делаем ему поменьше. Ускорение тоже. Скорость назад, естественно, меньше. И Rotate Speed тоже. Теперь проверяем. Наш танк начал двигаться. Теперь, чтобы башня двигалась за нашим курсором, снова идем в Event Editor, в Always добавляем новое действие для башни. Set Angle Torse Position. И пишем сюда. Mouse X. Mouse Y. И смотрим. Как видим, наша башня вращается вслед за мышью. Теперь мы поменяем управление. Вот мне лично не нравится, когда управление на стрелках. Мне больше привычнее VASD. Чтобы это сделать, тыкаем на пустое пространство, выбираем Properties. Реставим самый низ и меняем. Вот эти два значения. Это влево и вправо. Ставим A. Здесь D. И Accelerate и Break. Accelerate это, естественно, ускорение. То есть ехать вперед. А Break наоборот назад. Ставим S. Вот эти значения не трогаем. Они нужны для платформеров. Они у нас задействованы не будут. Ну, думаю, все. В следующем уроке я расскажу вам, как сделать противников. И что будет, если ваш танк уничтожат. Всем спасибо. Всем пока. Пока.